Привет! Я Вадим Суботин! Человек, который видел, как размножаются деньги! Рубите фишки! С Вадимом Суботиным! Сейчас я живу в Москве, как и все вы. Я хожу по улицам, по магазинам, по общественным местам. И я удивляюсь, откуда столько бедных людей? А что же делается за МКАДом? А ведь и там есть жизнь. Я лично проверял. Конечно, сейчас вы начнете все рассказывать, что в России все воруют, что чиновники берут взятки, что работодатели зажимают зарплату. Я не забираюсь вас слушать. Мне неинтересно. Идите вы к черту с вашими рассказами. Почему вы думаете, что лично о вас все должны заботиться? Единственный человек, который может реально о вас позаботиться. Это вы сами. Это закон природы. Задумайтесь, что именно вы сделали, чтобы стать чуточку богаче? Вы устроились на работу? Сидите в офисе по 8 часов в день, 5 дней в неделю? Вы довольны своей зарплатой? Тогда можете дальше не смотреть. Моя программа не для вас. Вы еще смотрите? Значит, не все потеряно. Итак, как можно заработать деньги, не работая на чужого дядю? Вы слышали когда-нибудь такие слова, как фондовый рынок, биржа, акции? Наверное, слышали и не раз. Но пока для вас это просто слова. Но на самом деле это магические слова. Когда я их произношу, в моем организме происходят такие вещи, о которых я даже стесняюсь говорить. Однажды я вышел на улицу и решил спросить прохожих, что такое фондовая биржа, что такое акция, облигация. И вот что я услышал в ответ. Фондовая биржа, честно говоря, я не знаю. На фондовой бирже работают люди с деньгами, с финансовыми потоками. Собачка такая. Я правда не знаю ничего. Ничего не приходит. Может быть, название института какого-то или еще что-то, аббревиатура. Реклама видела. То, что можно заработать денег, но никогда с этим не столкнулась. Усами. Видимо, разными финансами. Не знаю точно. Трейдер продает, а брокер перепродает. Ооо. Понять не знаю. Сказать, что я был в шоке, это ничего не сказать. По правде говоря, я просто обалдел. Да чего же экономически безграмотно население нашей страны? После этого общения с вами я ушел за пой на два дня. И может быть, уже сейчас я стал бы алкоголиком, если бы не антидепрессанты и мой знакомый психолог. Он сказал. Вадим, перестань пить. Встань и иди. Расскажите мне, что такое финансовые рынки, фондовая биржа, акция, сделай их богатыми и счастливыми. Судьба твоего народа в твоих руках, Вадим. Ну, может быть, он этого не говорил. Просто я выпил много виски. Но с этого самого дня я твердо решил рассказать людям о фондовом рынке, акциях, облигациях и других магических вещах, способных заставить ваши денежки плодиться и размножаться прямо на ваших глазах. Итак, что же такое фондовый рынок? Вы когда-нибудь были на обычном полутовом или вещевом рынке? Вы помните, как это было? Эй, уважаемые, подходи, посмотри, попробуй, помери. Там не покупай, здесь покупай. У меня товары... Эй, не увлекайтесь. Вспомнили? Забудьте. Фондовый рынок выглядит совсем по-другому. То есть, покупатель и продавец. Они обмениваются деньгами и товаром. Это главное условие существования любого рынка. У каждого товар на рынке есть цена или стоимость. Так что же такое фондовый рынок и фондовая биржа? Это рынок ценных бумаг, таких как акции и облигации. Сегодня в мире действуют сотни фондовых бирж. Но реальное влияние имеет около 20 крупнейших. Среди них две американские, нью-йоркская и NASDAQ, а также токийская, лондонская и гонконгская. Большинство мировых фондовых бирж сегодня переселилось в цифровой мир и существует в виде компьютерных сетей. Да, матрица поимела нас. Но есть и такие биржи, где торги ведутся по старинке. То есть, сделки заключают живые люди, хоть и вооруженные сотовыми телефонами и ноутбуками. К таким относится, например, знаменитая нью-йоркская фондовая биржа. Самая крупная в мире по объему торгов. Да, я за верность духу традиций. Нью-Йорк Сток Эксчейндж, или сокращенно NICE. Сегодня по-прежнему является главным индикатором состояния американской экономики. Ну ладно. Чтобы не было обмана и злоупотреблений, все сделки на фондах биржах регулируются специальными правилами. Все биржи мира связаны между собой и влияют друг на друга. Их совокупность называется фондовым рынком. В России две главные биржи. РТС и ММВБ. Обе находятся в Москве. Но чтобы торговать на них, необязательно паковать баулы, прыгать в последний вагон и мчаться в первопрестольную. Да и торговать на бирже допускает не всех. Есть фейс-контроль. Точнее нужна бумажка. Сертификат о том, что вы являетесь профессиональным трейдером или брокером. Но что делать, если брокеров и трейдеров не водятся даже среди ваших самых дальних родственников? Отчаиваться не стоит. Эти ценные люди есть в каждом инвестиционном банке, которых в России около тысячи. Наверняка они добрались уже до самых до края нашей необъятной родины. Мало того, они только и ждут встречи с вами. А покупать и продавать бумаги можно с помощью специальных программ по сети интернет. А можно просто позвонить своему брокеру по телефону. Усвоили? Ну ладно, на сегодня, пожалуй, хватит. Пока ваш мозг недостаточно окреп, информацию я буду давать диетическими дозами. Так что урок закончен. Все стали и вышли из класса. И не забудьте закрепить пройденный материал. Я проверю. Завтра же. А пока, пока. С вами был я, искренне ваш Вадим Субботин. Человек, заработавший миллионы на фондовом рынке ценой своих волос. Рубите фишки с Вадимом Субботиным.